Студия, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна Макту Санфиди. Читаю мою книгу «Тайная психология денег. Секреты богатства и просветания», на чём мы с вами остановились, на странице 199. А сегодня день чудес. Повторяйте эти волшебные слова каждый день. Многим кажется, что когда они заработают энергию денег, получат желаемую работу или что-то ещё, вот тогда они действительно будут счастливы и у них начнётся другая жизнь. А жизнь, между прочим, идёт и проходит мимо тех, кто не замечает этого момента, этой минуты, этого дня. Они спешат, торопятся, а жизнь идёт сама по себе. Но ведь жизнь – это божественный дар. Это чудо, это праздник. Поэтому надо радоваться каждому дню, так как больше не будет ни такого дня, ни такого момента. Его можно прожить только однажды. Ведь каждый миг, каждая минута, каждый день уникальны. Пусть сегодня вам грустно, но это же момент в вашей жизни. Поэтому примите его таким, какой он есть, и постарайтесь через эту грусть увидеть ростки радости и ваши будущие успехи. «Если у вас случаются неприятности, не принимайте их близко к сердцу», – пишет Бодо Шефер. «Ничто не должно испортить вам настроение. Скажите себе, единственное, что может со мной случиться, – это ещё один прекрасно прожитый день». «Превратите разочарование в очарование». «Начинайте любить жизни со всеми взлётами и падениями, успехами и неудачами, победами и поражениями». Здесь, конечно, мне как автору надо было написать, и, в общем, конечно, больше следить за корректурой. «Ах, Штатяна Салмановна, сколько раз эту книгу, так скажем, корректор, читала корректор, я же вам даже скажу. Великолепная женщина из Айпока-Коста, написано где-то, я не помню, как её звали, я помню, что она такая, не помню, как она выглядела, но не помню, как её звали. Вписана она у меня сюда, в титры, вписана она вот сюда, в титры, сейчас посмотрим. Корректор. Великолепная женщина Светлана Николаевна Павлюченкова. Я просто работала машинисткой в журнале правоведения много лет назад, будучи ещё Александровой Татьяной Юрьевной. Ох, мне было 18, наверное, 18 было, когда я пришла работать на стажировку в журнале правоведения, просто, как говорится, кто вообще сталкивался, знаете, вот, ну, всё-таки да, в журнале правоведения. Ну, как машинистка я знала, что, в общем, ну, столько мной было напечатано статей для журнала, и на русском, и на английском языке, и на немецком. Так что вот. Ну, Светлана Николаевна Павлюченко уверяла меня, что новые правила корректуры, корректуры позволяют переносить две буквы. В общем, смотрите, если какое-то слово, например, ну, какое вам слово привести в пример? Две буквы, например, С, Т, а всё остальное на следующую строку. И откорректировала всю так мою книгу. Я беру эту корректуру, я её так вычитывала, вычитывала. Я говорю, я даже не поняла, вот, то есть, я даже, я говорю, это даже не читается. Это даже не читаемо, если две буквы оставить на одной из, то есть, для меня это было такой нонсенс. Правда. И здесь на каждой странице было, наверное, по три или пять таких переносов. И она у меня уверяла, что это новые правила. На что я ей сказала, что, вы знаете, конечно, возможно, это какие-то новые, новейшие правила. Ну, от тебя хочу сейчас добавить, вам, знаете, как эти новые, сейчас эти айпады, айфоны, телефоны, вот эти новые версии, давайте вот эту ещё новую версию. В общем, что-то такое новомодное. Я говорю, знаете, давайте по старинке, давайте не будем. Давайте исправим в моей книжечке, чтобы это было вот так вот читаемо и красиво. Ну да, так великолепно, великолепная женщина. Так что Татьяна Салмановна знает вообще вот это, что значит вообще. Вообще, у меня эту книжку мама редактировала. Александрова Тамара Петровна, у меня редактор этой книги. Я уж подумала, что мама прочитала, в принципе, здесь и всё должно быть. Ну, у меня мама работала редактором в сельскохозяйственной редакции, блин, издать и много лет. Ну, уж вы понимаете, да? Потому что давайте не будем сравнивать какое-то ОО и ПК Коста с редактором Ленинсдата. Она проработала редактором в Ленинсдате не один десяток лет. Больше десяти лет, лет двадцать, не знаю, даже до пенсии. Она работала в ленинских выскорах, а потом она работала редактором. Если она работала, ну, да, тридцать, там это, не знаю, она тридцать лет. Надо подсчитать. Где-то же сравнивать не надо. Вы понимаете, да? Где редактор Ленинсдата со стажем более тридцати лет, и где ОО и ПК Коста? И у них постоянно были какие-то вот эти вот разногласия по каким-то вот этим там, запятая-тире, запятая-тире. И, знаете, я перечитывала. Я когда прилетела из Америки печатать мою книгу, я столько потратила время, знаете, на оформление. А вот на вот это перечитывание, вот этих корректур, переноса, вот это СТ, то есть это я вычитывала, я не знаю, там, наверное, месяц, это я вычитывала неделями. Неделями каждый день я вычитывала эту книгу. Я, в принципе, эту книгу должна знать уже наизусть. Я вообще удивляюсь, почему я ее, понимаете, вам вот не выдаю, зачем я ее читаю. Я должна, я перечитывала эту мою книгу, мало того, что я ее писала, а потом я ее перечитывала. Да? Да, так все и было. И была очень удивлена. Ну, вы поняли, да? Ну, а уж, Александр Анатольевич Гайцов, оформитель моей обложки, оформлял мне обложку. Ну да, замечательный, молодой, симпатичный мужчина. Да, неоднократно мне переделывал, я ему звонила вот так, нужно немножко вот так переделать. А вот эти, а волосы? У меня волосы должны быть в таком этом рыжеватом. Я же на обложке, обратите внимание, это же мои фотографии. Я такая с рыжиной, мне больше идет рыжина, не в белой. А давайте немножко вот это, давайте немножко сделаем, за фотошопим мое лицо. А немножко вот это. В общем, такая была работа с этой обложкой. Мне потом сказала, Татьяна Юрьевна, вы знаете, вам вообще вот само, Татьяна Юрьевна, да, Татьяна Салмановна знает, что и фотографироваться, и, в общем, как-то и фотографии. Я там делала, знаете, когда я делаю фотосессии, там в Америке мои фотосессии, делала там 10, 20, 100 фотографий, 150 фотографий. Татьяна Салмановна все это ждет красоты, требует от себя красоты, требует от фотоаппарата. Татьяна Юрьевна требовала от фотоаппарата, чтобы она была мисс Вселенная. Татьяна Салмановна такой подход, она, может быть, хочет сказать по секрету. Ну да, поэтому такой подход, ни один оформитель обложки, думаю, что ни один фотограф, Татьяна Салмановна, вообще, знаете, хочет в Голливуд, я даже не знаю. Сможет ли Татьяна Салмановна выдержать один режиссер или какой-нибудь там, Света какой-то там, режиссер или еще кто-то в Голливудах. Потому что Татьяна Салмановна требует от фотоаппарата, от видео, от видео, чтобы она была мисс Вселенная. Ну да, вы же посмотрите мои вчерашние видео и сегодняшние. Татьяна Салмановна может снимать часами, 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 снимать, переснимать, красиво сказать. Правда, сейчас она с первого раза все это выкладывает, ну да, по определенным причинам. Так что вот, это я о чем? Это о таких высоких требованиях. Не знаю, какие завышенные, но я их предъявляю к себе. Так что, я просто хочу видеть себя супершикарной, эротической, такой сладкой, манкой. Ну да, сказочной, феерической звездой. Так что вот. Тем более, когда я сейчас снимаю моим ноутбуком, я поставила его на мой балкон. Ну, вы понимаете, да, я снимаю это в моей квартире, вот там у меня, на моем балконе, я сижу в комнате, в общем-то, снимаю себя. Требую от себя вообще, ну от кого? От, как бы, от техники. В этот ноутбук, что-то монтирована видеокамера. Я даже не знаю, от кого я требую. А требую от этой видеокамеры, чтобы она заснимала меня, как миссиселерную. То же самое я требовала от этих фотоаппаратов. А вы не обратите внимание, как вот я, я же вам там выложила мои американские видео, как я начинала, и потом вот это вот, мой семинар о молодости, красоте, я его снимала, снимала днями, часами, вообще там, неделями. И все хотела быть шикарной, шикарной, потом посмотрите, такая в золотом платье, все такая, такая стройная, просто красотка. Обратите внимание, какие фотографии, такие же в этом моем золотом платье, вот это, около зеркала, там, на втором этаже, в нашем, в нашей спальне, с моим бывшим мужем, Перимаксовым Данске. Так что вот, такие там шикарные фотографии я делала. Так что вот. Требуя от этого фотоаппарата, это был Перри, Перри фотоаппарат. Кстати, с этим фотоаппаратом, от которого я требовала, чтобы я была мисс Вселенная, с этим фотоаппаратом мы, когда и познакомились с Перри Максовым Данске в Таиланде, он был с этим же фотоаппаратом. С этим же фотоаппаратом мы с ним проехали наши свадебные путешествия. Так что вот. Это от этого же фотоаппарата Татьяна Салмановна и Татьяна Юрьевна. Это была Татьяна Юрьевна, Александрова. Я требовала красоты. Так что вот. Ну, конечно, не знаю. Я читала, я интернетила, что профессиональные модели, они снимают там, например, сто фотографий и одна такая, скажем, супер-супер. Так что. Ну что? Немножко какое-то отвлечение. Отвлечение от темы. А, просто по поводу этих переносов. Все это пришлось переделывать. Переделывать. Да. Так. Отступление. В общем, я отступила от темы. Теперь на чем мы остановились? Так. Научитесь с восхищением и детской непосредственностью воспринимать каждое мгновение как чудо. Ведь жизни так многогранно и изобильно, а Вселенная – это вечный праздник света радости и любви. Кстати, между прочим, мне мой вот этот вот, как там, когда он меня спросил, уже сделали там, я уже была готова к печати моя книга, и пока Коста мне сделала, Александр Анатольевич Зайцев показал мне журнал с Зарой и сказал, что, ну, вы знаете, вот такую певицу, я как-то особо ее не знала, она там на развороте была, вот, что это жена, жена сына нашего губернатора. Вы поняли, да? Намекая на то, что вот, и вроде как они уже там развелись, я не помню точно в Торе, но он мне сказал, что, ну, в общем, как бы намекая на то, что хорошо, я написала книгу, я на свой счет ее публикую, но чтобы она стала популярной, или она как-то пошла, в общем, я, конечно, надеялась на свои силы, на себя. Так что вот. А он мне очень сильно намекал, что если бы были бы женой, например, вот, сына какого-то, ну, вы поняли, да? Имеется в виду какого-то большого чиновника, или, ну, можно так это расширить. Он же там не стал, он там, нет, он не конкретно, он мне просто, вот, нет, он мне, в принципе, прямым текстом. Ну, я прямым текстом и говорю, что если вы рассчитываете, что эта книга может как-то стать популярной, он, наверное, просто, наверное, был в теме, я просто не была в теме, а он, наверное, был в теме, он, наверное, знал, вы поняли, да? Он, наверное, как-то был в теме, в общем, знал как-то вообще полиграфию, и вообще, как вообще это происходит. Так что вот. Ну, прямым текстом мне говорили. Вот это вот одно, если вас напечатают, если вы будете вот как-то вот это, ну, вот в этих, не знаю, там, журналах и так далее, Это вот одно. А так он, честно говоря, как-то вот намекал мне на то, ну вы, конечно, вот это делайте, конечно, берите, но я была настолько такая позитивно увлечённая. Ну прошло много лет, вы же понимаете, да? Подписано в печать, книжечка-то, я их уговорила поставить 07, 07, 07, я думала, что мне это число 3 семёрки принесёт удачу. 07, 07, 07. А сегодня у нас среди на мая 2021 год. Я даже не знаю, Татьяна Салмановна. На кого будем надеяться? На миллиардера? Михаила Маратовича Фридмана? Ну да, Татьяна Салмановна немножко шутит. А нет, а что, какие шутки? Какие здесь могут быть шутки? Мне ещё вот в 07 году, он мне это прямым текстом сказал. Так что вот. Для этого мы будем с вами другую книжку читать. Другую книжку читать, как искусство, искусство вообще стать великим, быть великим. Вообще нужно почитать какие-то такие суперские книжки, суперские книжки. Поэтому нужно иметь, знаете, вот такой, знаете, вот этот запас, не просто, знаете, вот и запас любви, и запас, знаете, вот этого запаса, большой запас любви и, конечно, какой-то вот такой вот этой феерической информации. Буду с вами эту книжку наизусть учить. Я буду вам её читать, сама буду учить наизусть, потому что собираюсь, в общем, встретиться с Михаилом Маратовичем и буду рассказывать ему эту книжку, как стать великим. Да, я так решила. Надо же о чём-то говорить. Потому что, я думаю, всё-таки бизнесмены, если я буду говорить, превратите разочарование в очарование, или что-то там, как тут ещё. Это просто немножко надо как-то по-мужскому, знаете, вот этого, больше по Тоне Роббинсу, или что-нибудь по Тоне Роббинсу будем учить, такое, знаете, вот это, мотивирующее, по Тоне Роббинсу. Ну да, потому что, нет, если понимаете, вот начать, как тут я вам тут говорила, сегодня день чудес. Я немножко, я думаю, что немножко другой, немножко какой-то формат такой. Я думаю, как-то там немножко такой формат той книжки, искусство быть великим. Как-то вот так вот, да, зафантазировать его искусством быть великим. Потому что, если я буду говорить, сегодня день чудес, в общем, как-то вот так вот это. Или сначала нужно будет фантанировать той книжкой, а потом уже, когда вот это, уже говорить, что сегодня день чудес. Да, да, да. Да, и Татьяна Солмановна хочет быть певицей. Понимаете, но в формате, в формате молчания, понимаете, ну, конечно, мы можем поболчать, но, понимаете, в формате молчания нужно все-таки, в общем, как-то, я вообще, знаете, такой, вообще мастер экспромта. Мастер экспромта. На чем мы с вами остановились? А сейчас давайте ту книжку возьмем, да, или будем здесь зачитывать. Я просто вспомнила, я просто вот эти вот вспомнила, как она здесь с этими переносами и так далее. Ну, так и получилось. Понимаете, он был прав, этот вот Зайцев, он был прав с этой книжкой. Что тут еще? А, про жемчужины ожерелья. Где тут у меня такая же фантастиковая, про жемчужины ожерелья, где там нанизывать жемчужины ожерелья. Просто, понимаете, немножко так это, знаете, немножко такое отступление от этой темы. Одно дело там мы с вами почитаем, понимаете, как-то вот ближе, вот это искусство быть великим. Или вот нанизывать это свое вот это ожерелье, вот это вот, нанизывать это каждый день. Где там про ожерелье? Сейчас, понимаете, я еще не читала, да, как-то я отвлеклась, отвлеклась. Где про ожерелье? Ах, в этой голове как раз про Георг Пятый. Ну да, я собираюсь, кстати, Георг Пятый, что он писал в Париже. Я даже знаю, кому Георг Пятый принадлежит. Вот я про это Георг Пятый все и писала. Где там про это ожерелье-то? Ну сейчас, знаете, вот это вот, нанизывать, вот это, да, вот это. Где это у меня была такая шикарная фраза? Так она должна быть, у меня должна быть у меня в этом, в этой голове. Да, вот она так и называется. Жемчужное ожерелье из счастливых мгновений жизни. Это, знаете, делать свое такое вот это ожерелье и нанизывать на него счастливые моменты и как-то их смаковать. В общем, учусь, понимаете, учусь. В общем, да вы поняли, да? Так что вот. Просто тоже хочется, как бы, я же вам загрузила это видео, Наталья Правдина. Она уже там въехала в отель в Турции, в шикарный отель на две недели. И, в общем, как-то она, я так понимаю, что ее мало заботят эти деньги. Отель дорогой. Хорошо. На чем мы с вами здесь остановились? Ведь жизнь так многогранна и изобильна, а Вселенная – это вечный праздник света радости и любви. Ощутите эту любовь и радость в своем сердце, и вы удивитесь, как мир изменится и заиграет другими красками. Будьте мудрыми и гибкими. Верьте в то, что у Вселенной есть для вас удивительный сюрприз. Слушайтесь в шепот Вселенной, и она поведает вам о тех грандиозных событиях, которые ожидают вас. От вашей мечты, от того человека, которым вы мечтали стать, вас отделяет всего один шаг. Поэтому встряхнитесь, оторвитесь себя от привычного стереотипа действий и мыслей. Включайтесь в мистерию жизни. Это у меня на 201-й странице написано. Удивите внимание своим чувствам, оглянитесь вокруг, посмотрите, как прекрасна жизнь. Вы избраны и избрали себя сами, а почему бы и нет? Кстати, я загружала на мою стрельку ВКонтакте фильм про Екатерину Великую. Я даже представить не могла. В фильме показано, что кто назвал Екатерину Великой, она сама так решила на совете. Она решила, что ей нужно Екатерина и что-то вот добавить такое величественное. И она решила, что она будет Екатериной Великой. Я была так удивлена, я думала, что это кто-то, это народ или как-то вот это. А в фильме так показано, что это она так решила. И стала Екатериной Великой. А сколько лет уже прошло, так ее и знают Екатерину Великую. Но в принципе она достойна. Так что вы избраны и избрали себя сами. А почему бы и нет? И к тому же теперь со звездой названы в вашу честь. Ваш ждет звездный успех. А, я здесь пишу, что можно звезду. В общем, это вы почитаете в моей книге. А, и к тому же теперь со звездой названы в вашу честь. Ваш ждет звездный успех. Кстати, вы можете создать изображение и сделать это своей заставкой в компьютере, чтобы каждый день она напоминала вам о том, что теперь вы VIP-персода. Ох, да. Ну да, Татьяна Салмановна, Татьяна Юрьевна вошла вот в это состояние любви, счастья и эйфории, в которой она пребывала три года в Америке. Ну да, это точно. Я же в книжке, я же писала эту книгу, я же читала, я же вам читаю. Я же вам читаю книги из моей библиотеки. Ну это как бы не история, я уже то рассказывала. Это часть книг, которые у меня были, я купила уже новыми, уже другими в Азоне. Так что вот, я помимо своей книги, еще читаю книги из моей библиотеки. Это книги по позитивному мышлению и смежному науку. Вот. Которую я читала в 2004, 2005, 2006, 2007, в принципе, 2008 годах в Америке на Фикте Сыскинм Роуд Бунтелл Коннектор. Вот. Писала мою книгу. В общем, я, в принципе, там, ну, с полудня до вечера вообще наслаждалась книгами. Я их не вслух, конечно, читала, я их, конечно, про себя читала, подчеркивала, выписывала. В общем, ну, понимаете, там, в общем, огромная работа, там эти, ну, тоже веления, аффирмации, в общем, книги. Все книги, они, ну, мотивация, позитив, смежные науки, фэн-шуй, личностный рост. И пребывая всегда в таком вот этом вот шикарном, шикарном настроении, я пребывала всегда в таком шикарном, потом так это шикарно оденусь, сажусь или на Хаммер, или на Белый Мерседес и гену в Органик Шоп за продуктами. Ну, правда, еще в Маршалл за одежду, я вам еще рассказывала, одежду я покупала в Маршалл Сити Джей Макси, ну, об этом мы немножко умолчили. Вот, а так, и, в общем, куда еще, на Спириту Йога. Так что, полнота жизни состоит в том, чтобы извлечь и насладиться самым лучшим из каждого мгновения. Встречайте каждый новый день радостно, с открытым сердцем, благодарностью и осознанно смотрите вокруг. Ловите каждый удачный момент, нанизывайте каждый счастливый миг, как жемчужина. Вот это, вот это, вот эти строки. Ловите каждый удачный момент, нанизывайте каждый счастливый миг, как жемчужину, и создавайте свое волшебное ожерелье из чудесных мгновений. И когда в 2007 году Перимакс Силданский решил со мной развестись, я, честно говоря, чувствовала в себе такую уверенность, позитив. Я была так наполнена вот этими, например, вот этими строками. Вот это, встречайте каждый новый день радостно, с открытым сердцем, благодарностью и осознанно смотрите вокруг. Будьте в потоке любви, ловите каждый удачный момент, нанизывайте каждый счастливый миг, как жемчужину, и создавайте свое волшебное ожерелье из чудесных мгновений. Вот такой вот была моя жизнь, понимаете, вот это и внутренне, и внешне, и, вы знаете, вот такая вот, такая вот наполненная совершенно энергетически любовью, добротой, счастьем и изобилием. И тогда я решила, что я просто вот этим наполнена, и мне нужно было как-то решать мои материальные вопросы. И я решила, что я изучила огромное количество книг, у меня есть огромное количество знаний, я смогу этими знаниями поделиться с каким-то, или с несколькими богатыми людьми и научить их. Так что вот, научить их этому, этому волшебству. И было это в 2008 году. Потому что я чувствовала и силой, знаете, вот это, то есть, и вот как бы вот это вот какое-то состояние, волшебство, парение, счастье, говорю, поток любви. В общем, как-то вот наслаждаться, в общем, как-то наслаждаться собой, жизнью. В общем, это, ну, с другой стороны, это, знаете, какие-то такие тонкие материи, как, знаете, как говорят, одно дело миллион долларов, а другое дело что-то вот такое, какое-то вот, ну, вы поняли, да? Другое дело ты говоришь, у тебя есть миллион долларов, а другое дело ты говоришь, ну, вот нанизывайте жемчужину, создавайте свое волшебное ожерелье из чудесных мгновений. Радость, счастье и любовь всегда с нами. Творите добро, излучаем радость, концентрируемся на красоте, дарим счастье и делимся любовью. То есть настолько я всегда считала, что я наполнена любовью, что я защищена, как я пишу в книге, высшими силами Божественной Вселенной, что у меня даже никогда мысли не возникало до того момента, когда мне этот Чернов, как его там, где там, как там, этот, растральных колонн управляющим, я даже сказала, я вам сказала, что я буду ловить этот автостоп, ну, не все равно это, а буду ловить машину и поеду. Ну, просто у меня была привычка, выхожу, выходил утренокомендантский, останавливала машину, договаривалась, сколько это будет стоить и ехала. Я никогда не задумывалась, потому что Перри, когда мне подарил, знаете, у меня были бриллиантовые кольца, там, 20 тысяч долларов, вот у меня на руках было 20 тысяч долларов, да, какое кольцо с огромным бриллиантом, почти 2 карата, с которым я вот ехала, например, впитывать эти драгоценности в Эрмитаж, также я вот и пишу об этом в моей книге. Я здесь на Комендантском остановила машину, я всегда остановлюла машину, шикарно, в принципе, так достойно всегда была, детстве, бриллиантовые кольца, у меня даже никогда не было никакой мысли, ну, вы понимаете, да, никакой вообще даже, никакое даже сомнение, что со мной вообще что-то вот это. Я всегда считала, я всегда, сколько я там летала, там, Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк и обратно, никаких сомнений, я всегда у меня там были со мной буклеты этого, Коновалова Сергеевича, я всегда считала, что у меня с собой буклеты, самолет, он как бы летит, он долетит, а как он может не долететь, если у меня буклет? У меня была такая уверенность. Я посещала сеансы Сергея Сергеевича Коновалова, с которым приходит энергия сотворения в зал больше 10 лет. У меня была такая уверенность с этими буклетами, маленькие буклетики, большие буклетики. Я всегда в сумку клала и все. Я с буклетом уже на этот самолет, а что с ним может случиться? Да ничего с ним случиться не может, я уже лечу туда. Так что это я вам так вот рассказываю. А вот когда Чернок мне, помню, сказал, говорит, а вы что будете так ловить машину, так нужно такси или как-то вот это вот. Так что вот. Ну что, страница 237 и мои книжки, ты просто не представляешь, как твои слова о том, что если он будет делиться, помогать другим, щедро сеять, то щедро и пожнет. Будет иметь гораздо больше, чем сейчас. Подействовали на него, сказала моя знакомая. Мы с ним встречаемся уже несколько лет, но он ни разу не подарил мне даже букетов цветов. А сегодня пришел с цветами, продуктами и словами простить его, что не делал этого раньше. Он воспитывался в семье, в которой было не принято помогать делиться. Ему просто никто об этом раньше не говорил, а твои слова запали ему прямо в душу и открыли глаза. Делиться значит иметь больше. Десятина не высчитается из доходов, а умножает их. Помогая другим, мы с удивлением обнаруживаем, помогая другим, вы с удивлением обнаружите, как изменится ваше отношение к самому себе. Вы будете ощущать себя совершенно иначе, по-другому. Вы почувствуете, что преисполнено чувством благодарности за все. И это изменит ваше отношение к себе, к другим, а также ко всему миру. И это изменит ваше отношение к себе. Так что я не знаю, может быть, как-то у меня компьютер, он заражает, он хочет, чтобы у тебя салмана была такой фирический, манкой, сладкой. Не хочется, наверное, чтобы я о негативе говорила. Хочется мороженое, тирамису, клубники, всего такого вкусного. Ах, этих, как там, лобстеров, с ананасами, с шампанцем хочется. Прям в этом отеле Георг 5, в этих Парижах. Так что, Татьяна, ждите, и я скоро вернусь. Сейчас я посмотрю, можно это сказать или не можно. Или лучше так оставить. Не можно. Не можно. Так что, будем о Возвышем. Парить. Нужно париться. Как говорят, на чем концентрируешься? Да, теперь будем концентрироваться на Возвышем. Творите добро, творите благо, жертвуйте, будьте щедрыми, так как кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Делитесь, давайте с радостью и с любящим сердцем. Творите добро, и все, что вы отдали, вернется к вам стократно. Делитесь, и вы всегда будете процветать. Это я пишу на странице 240. Возьмите себе за правило каждый день спрашивать себя, что я могу сделать для других и для мира. Может быть, кто-то нуждается в моей помощи и поддержке. Помните очень простую формулу. Чем больше мы отдаем, тем больше мы и получаем. Я не знаю, Татьяна Салмановна, сейчас вы вот так вот написали. Возьмите себя за правило каждый день спрашивать себя, что я могу сделать для других и для мира. Понимаете? Татьяна Салмановна писала, вы поняли, на такой энергетике, на таком подъеме, на такой любви, на таком счастье, что наполненное любовью и счастьем, понимаете, здесь уже думать о других и о мире. А если ты сам опустошен, или испытываешь, ну, жду не хватает, то есть, в общем, там нехватка. Ну, вы поняли, да? То есть, в общем, такие эти моменты. То есть, как-то вот нужно тихонечко начинать наполнять себя. Наполнять себя, я прочитаю вам другую мою главу. Сначала нужно себя наполнить, а потом делиться. Кстати, сейчас давайте пролистаем, вот здесь очень хорошо. Ну, конечно, по тем временам я, конечно, так это написала шикарно, потому что, знаете, на таком подъеме. Сейчас, сейчас, об этом очень хорошо у меня написано в книжке, на какой-то странице. Сейчас, знаете, я пролистаю, об этом очень хорошо, очень хорошо у меня написано, в какой главе. Сейчас я пролистну, в какой главе у меня написано. И здесь, здесь как раз об этом еще идет речь. Ну, если, возможно, вы читали, что сначала мы наполняем себя, а потом наполняем, и вот уже, понимаете, наполнишь себя любовью, добротой, счастьем, и этим делиться, вы поняли, да? Так, очень хорошо здесь у меня, такая большая-большая, не то, что вот там, из книжки одного из авторов, сейчас, 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 вам это посмотрю, или уже в следующей серии, давайте уже в следующей серии, потому что я сейчас знаю, что она у меня здесь есть, но надо будет все это мне еще прочитать, потому что, или всю эту цитату надо будет. Здесь очень хорошо, очень хорошо сказано, поэтому с сокращением, ну, большая, большая не то, что цитата, а, в общем, выдержка из книги, у меня здесь она перед, так скажем, ну, у меня здесь это из какой книги, и все, и автор, и все указано, и все у меня указано, так что вот. Да, смотрите, я само совершенство, скажите, я само совершенство, кстати, так оно и есть, поверьте в себя, я само совершенство, поверьте в себя, поверьте в то, что вы уникальны, талантливы, заслуживаете всего самого лучшего, тогда так оно и будет, скажите и внушите себе, что вы свободны от любых ограничений, и вольны делать то, к чему стремится ваша душа. Я люблю, уважаю и ценю себя, я сокровище, чудо, само совершенство, меня ждет достойная награда и большой успех. Это страница 122-123 из моей книжки. Ну что, где здесь-то, Тони Робинс, про Тони Робинс, а где же там эта большая-то такая, в общем, листаем, что листаем? Ах, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот нашла, нашла. Уэн Дайер, доктор, психотерапевт, лектор, всемирно известный автор. Всемирно известный автор. Здесь очень хорошо у него написано, страница у меня 94, 95, 96. Я быстренько сейчас прочитывала, чтобы вам именно вот этот момент сказать. Вот смотрите. Я приобретал форму, о которой думал каждодневно. И самое главное, я открывал себя, позволяя моему предназначению найти меня. Я начал очищаться от негативности и предусудительности, которые прежде препятствованы течению этого процесса. Позволив моему предназначению найти меня, я стал чувствовать себя счастливым и в большой гармонии с самим собой. Вот так протекает процесс просветления. Человек проходит серию страданий. Сначала фокусируется на себе и сознательно работает над самоулучшением, пока не исчезнет внутреннее смятение. По мере ослабевания внутреннего беспорядка, вы начинаете чувствовать себя все более целеустремленным, в желании делить себя с другими. Когда вы приобретаете внутреннее истинное чувство любви и гармонии, именно этим вам и следует делиться. Ну, шикарно написано. Здесь огромная, такая большая, большая цитата из этой книги. Когда вы приобретаете внутреннее истинное чувство любви и гармонии, именно этим вам следует делиться. Это на 97-й странице написано. И на 98-й странице. Я уверен, что Тора был абсолютно прав, когда писал. Если человек уверенно движется в направлении своих мечтаний и старается жизнь, которую вообразил для себя, он непременно добьется успеха, которого не мог ожидать в прежние дни. В первый год своего ухода в отставку и отказа от регулярной зарплаты я получил больше денег, чем заработал за прежние 36 лет жизни. Когда я прочитала это в его книге, в общем, я решила, что это должно, это должно, должно быть в моей книге, это должен быть пример. И слова «Великая истина» Виктору Гюго «Нет ничего сильнее идеи, время, которое пришло». Это вообще просто великолепно. И, конечно, цитата из Джозефа Мерфи. Один из моих любимейших авторов, Джозеф Мерфи, его это моя любимая цитата. Когда весь мир говорит, что это невозможно, человек с дисциплинированным сознанием отвечает, что это уже сделано. Татьяна Салмановна, надо сказать, что это еще сладко, манко, волшебно, еще раз. Потому что, ну вот. И всегда помните слова Джозефа Мерфи, это написано у меня на 245-й странице. Когда весь мир говорит вам, что это невозможно, этого никто не может сделать, то человек с дисциплинированным сознанием отвечает, что это уже сделано. И уж поверьте, Татьяна Салмановна читала книжки 3,5 года, с утра почти до вечера. Вот такая огромная библиотека, огромная там читала, просматривала, выписывала. Ну, вы поняли, да? Да. И на 244-й странице у меня написано «Вооружитесь мощной формулой процветания, которую дал царь Соломон в своем завещании. Я привлекаю богатство, я утверждаю счастье, я умножаю любовь». И, кстати, есть ритуал, есть ритуал в книге Санлайта, который делится секретами храма Соломона, ритуал, денежный ритуал, звезда, звезда на Соломоне, как-то называется, звезда Соломона. Там было написано, что вот из храма Соломона. Этот ритуал я делала в 2004 году, я все думала, чтобы так прожить феерично, 2004, 2005, 2006, как бы часть 2007 года, вы понимаете, да? Что вообще способствовало такой феерии? Я просто, знаете, вот думаю. К сожалению, вы знаете, вы узнаете. Вообще на своем семинаре Наталья Борисовна Правдина давала такое совершенно уникальное веление вознесенного мастера Сен-Жермена о фиолетовом пламени. Я его даже не нашла, даже ни в интернете, ни в одной книжке Профит. Оно такое на странице очень крупно было написано. Я его читала много раз, но почему я его не запомнила, я вам не могу сказать. Я его читала каждый день. Я вычитала это фиолетовое пламя, чтобы оно очистило все, что не... Как сейчас помню, я каждый день перед моей картой сокровищ читала, чтобы это пламя очистило все, что не соответствует моему сияющему облику или образу. Совершенно фиерические слова вот в этом велении были. Я его нигде в интернете не нашла. Но его точно знает Наталья Борисовна Правдина. Я его читала каждый день. Я читала аффирмации из книжки Санлайта о богатстве. Их советовала тоже Наталья Борисовна Правдина. Ну что, 244 страница. Станьте же тем человеком, которым вы мечтали стать. Докажите свое величие, свое могущество, свою силу. Вы это можете. Вы можете все. Вы являетесь творцом. Вам все доступно. Идите смело. И ничего не бойтесь. С вами правда, правда жизни, свет и истина. И перед вами будут открываться любые двери. А тьма всегда отступает перед светом и любовью. Это закон жизни, который действовал, действует и будет действовать всегда. Верьте в себя, ибо вера ваша подкреплена верой в вас и благословением той силы, которая создала вас и весь мир. И идите смело вперед, ибо вы благословлены. Они вас любят, в вас верят, вы могущественны, и ваша сила велика. И написав такие строки, я подумала, что я написала книгу, я ее опубликую за свой счет. И что моя книга будет, конечно, популярна, что определенное количество людей захотят прочитать, ознакомиться с моим творчеством, с моим книгами. Это очень понравится. Они будут покупать мою книгу. Так что, вот такие вот дела. Я надеюсь, мой эротический ноутбук, компьютер, он записывает это видео. Потому что уже сколько-то в 50, Татьяна Салмана есть, я вообще, ну так, ну, в общем, там, я немножко такого там говорила. В общем, я надеюсь, это видео он мне записывает. Хотела небольшое видео записать, небольшое, я тут думаю, сделаю несколько, но коротких таких, знаете, ну, там 8, такие 8 минут позитивчика со мной, с Татьяна Салманом и Мактул Санатубе. Вот, а потом, в общем, как-то, как-то вот так, феерически, думаю, феерически. Ну что, книжки сейчас. Ну что, давайте еще. Наука быть богатым и великим. Одна из книг в моей библиотеке. Так что, вот. Здесь тоже феерическая, феерическая книжка, надо ее, быть, учить наизусть. Она у меня запомнилась, прямо-то отпечаталась, потому что, знаете, немножко, правда, над таким языком, кстати, разные переводы. А в чем секрет величия? Знаете, у меня были две такие книги. Вернее, сейчас, не знаю, у меня тоже сейчас две, но было у меня две книги с разными переводами разных переводчиков. И, знаете, я вам хочу сказать, что совершенно разные переводы были. Я вообще день и ночь какая-то, или вообще совершенно, я подумываю, это что, это одну и ту же книжку можно перевести так или так, это просто какой-то нонсенс для меня был. Потому что один перевод, вот этот, в этой, по-моему, перевод, он более нормальный, а в той книжке совершенно невозможно читать. Потому что это не художественная литература. Здесь, понимаете, очень такие некоторые нюансы, моменты очень важны. Их нельзя как-то вот это коверкать и пузыть. Да, на мой взгляд, мы поняли, да, как автор, это же книги. Здесь вообще есть такие очень феерические, очень феерические. Идеализация, реализация. А, кстати, больше, знаете, что я вам хотела сказать? Я, где-то я прочитала, где-то я прочитала, знаете, где-то я слышала, прочитала или посмотрела, что, знаете, вот один из богатейших людей нашего времени, я так понимаю, один из миллиардеров нашего времени, вот эту книжку «Наука быть богатым», я так понимаю, оно великим миром, богатым. Он прочитал эту книжку, он взял книжку в библиотеке. Я вот читала такую историю. «Наука быть богатым». Он взял эту книжку в библиотеке, прочитал, ему удалось стать миллиардером. Он прочитал, сделал и стал миллиардером. Я так понимаю, он занялся каким-то бизнесом, чем-то таким. Так что вот. Ну, все, подряд мне здесь читать не будем. Спешка и привычка, мысль. Здесь даже написано, как вести себя дома, с домочадцами. Меня напомнила проповедь Рабаи, Рабаи в этой синагоге. У меня очень проповедь. Я была один раз в синагоге под Нью-Йорком, так что вот. Мне понравилась проповедь. Я этот священник, Рабаи, этот священник в синагоге тоже рассказывал. В частности, как нужно вести себя дома, с домочадцами. Я подумала, какая прелесть. Мне правда очень понравилась. Действия вне дома, действия дома, идеи величия. А, это вот эта книжка, как говорится, моя какой-то дам. Идеи величия. Глава 34. Многие считают, что великие люди не те, кто служит человечеству, а те, кто преуспел в том, чтобы заставить других людей служить им. Они занимают посты, которые позволяют им повелевать прочими, подчинять их своей власти и воле. Полагают, что будь то величие – это возможность господствовать. Действительно, ничего не может быть слаще и приятнее для эгоистической души, чем власть над окружающими. Эгоистичные, неразвитые люди всегда стараются доминировать и контролировать всех остальных. А, кстати, вот, знаете что, вот это начало, вы поняли, да, о чем идет речь? Можно стать великим, если действовать оппозит. Оппозит. Вы поняли, да? Почитаем. В древнейшие времена люди пытаются поработить друг друга. На протяжении веков ведутся войны, дипломатические переговоры, политические игры. И все это направлено лишь на установление и сохранение господства. Короли и принцы заливали землю кровью и слезами ради того, чтобы расширить свои владения и установить власть над большим количеством людей. В деловом мире сегодня ведутся аналогичные войны. И это неудивительно, ведь речь идет о господстве и правлении. Это борьба за высокое положение. В ходе такой борьбы появляются люди, способные, хитрые, энергичные, но невеликие. Я хочу, чтобы вы честно понимали разницу в двух представлениях о величии. Представьте, что я прошу средних американцев назвать имя величайшего гражданина Америки. Большинство назовет Авраама Линкольна. Не потому ли, что Линкольн превосходил прочих государственных деятелей в своем стремлении служить обществу? Не быть рабом, но служить. Линкольн был великим человеком, поскольку умел служить людям. А, скажем, холодный, эгоистичный и при этом яркий Наполеон был блестящим человеком. Линкольн велик, Наполеон нет. В тот самый момент, когда вы начнете развиваться и действовать, как великий человек, вы окажетесь в страшной опасности. Соблазны покровительствовать, раздавать советы и вмешиваться в дела других людей порой бывают почти непреодолимыми. При том, существует и другая опасность – стать рабом общества и окружающих, целиком отдаться служению другим людям, забывая о собственных интересах. Подобная позиция является идеалом для очень многих. Тысячи людей забывают о себе и целиком отдаются служению другим. Такой альтруизм столь же губителен для души, как и откровенный эгоизм. 232-я страница. Он отнюдь не праздник величия. Инстинкты, которые заставляют вас отвлекаться на просьбу о помощи в трудные моменты, не всегда являются проявлением лучшей стороны вашей натуры. Вы должны не только помогать несчастным, хотя это очень важная сторона жизни великого человека. Да, великий человек должен помогать другим. И по мере вашего развития к вам начнет обращаться все больше людей. Не отвергайте их, но в то же время и не делайте фатальной ошибки, полностью посвящая свою жизнь служению другим людям и считая такое поведение признаком величия. Чтобы проиллюстрировать свою мысль, я хочу сослаться на работы шведского философа 18 века Эммануэля Своденборга. Он разделил всех людей на две категории. Одни живут чистой любовью, которые живут ради власти, в которой проявляется любовь к себе. В той эгоистической любви к власти Своденборг видел корень всех зол. Жажду власти он называл единственным по-настоящему негативным стремлением человеческого сердца, из которого проистекают все остальные грехи человечества. Своденборг считал, что так устроен ад. Души грешников борются за владычество друг над другом и порабощают друг друга точно так же, как делали это на земле. Противоположностью этому является чистая любовь. Своденборг не называет ее любовью к Богу или другим людям. Для него это просто любовь. Почти все религии говорят о любви и служении Богу, уделяя меньшее внимание самой любви к служению человечеству. Однако любовь к Богу не лишает человека стремления к власти. Среди тех, кто посвятил всю жизнь любви к Богу, были самые страшные тираны в истории человечества. Те, кто любит Бога, могут стать тиранами, а любящие других людей часто бывают назойливыми и неприятными. Глава 35. Эволюционный взгляд. Дорогие друзья, вы смотрите творческую студию позитивного мышления и силы позитивной мысли. Меня, Затем Салмановну Махту, Саи Фудин. Моя программа. В общем, отдельные страницы, главы из этой книги я прочитаю в одной из других моих передач. Сейчас у меня будет такой, как называется, ланч, ланч, прэк, брэйк. Будет сейчас у меня ланч, прэйк. Такие вот дела. Давайте посмотрим, сколько там у меня по времени. Уже больше часа. Просто я подумала сделать только здесь, так это, знаете, один час и восемь минута позитива. Татьяна Салмановна Махту, Саи Фудин. Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Махту, Саи Фудин. Давайте я вам оглавление прочитаю. Секрет богатства из этой книжки. Чем вас еще раз влечь? Право быть богатым. Наука обретения богатства. Существует ли монополия на возможности? Первый принцип секрета обретения богатства. Расширение жизни. Как приходит богатство? Благодарность. Определенный образ мыслей. А, вы знаете, благодарность. Это оглавление ладности, благодарности. Я люблю вообще читать о благодарности. Тоже все нужно знать наизусть. Давайте почитаем. Шикарные мысли, я так понимаю, здесь о благодарности. Давайте что-нибудь такое интересненькое. В общем, да, есть другие, кстати, вот об этом. Хоть я и пишу определенные законы, но, в общем, знаете, вот здесь как-то конкретно написано. Смотрите, страница 75-я книжки. Наука быть великим. Существует закон благодарности, и вы должны ему подчиняться, если хотите добиться желаемых результатов. Вот так конкретно и написано. Существует закон благодарности, и вы должны ему подчиниться, если хотите добиться желаемых результатов. Закон благодарности – это естественный принцип. Это закон природы. Действие всегда равно противодействию, о какой бы сфере жизни мы ни говорили. Благодарность, выраженная в мысленном обращении к высшему разуму, освобождает силу и увеличивает ее. Она обязательно достигнет адресата, и вы мгновенно ощутите ответное действие, направленное на вас. Вот я о чем говорю, что в этой книге сокрыты жемчужины истины. Знаете, вот эти жемчужины, что если их так же, как ожерелье, как что-нибудь это вот такое, выписать, запомнить, действовать. Я так понимаю, наверное, этот миллиардер, он так это и сделал. Смотрите, вот благодарность, выраженная в мысленном обращении к высшему разуму, освобождает силу и увеличивает ее. Вы поняли, да? Это можно другими словами сказать, знаете, благодарность создателю неба и земли, благодарность Богу увеличивают силу, увеличивают энергию человека, который благодарен. Положитесь на Бога, и Он всегда придет к тебе на помощь. Это древнее утверждение является абсолютной истиной. Положись на Бога, и Он всегда придет к тебе на помощь. Если ваша благодарность сильна и постоянна, то и реакция божественной субстанции будет сильной и постоянной. Это, знаете, как в книге Небесная 911, тоже идет речь о Небесном банке, о счете в Небесном банке. Понимаете, если вы вот читаете молитвы с хорошим посылом, обращаетесь, знаете, к Богу с благодарностью, благодарны. То есть вы увеличиваете, понимаете, вы увеличиваете вот этот счет в Космическом банке, вы увеличиваете свою силу, вы понимаете, да? Такие вот дела. Татьяна Салмановна Макту, Сайфуду.